ПЕСНЯ ПЕСНЯ Все продумав и твердо решив, мы просим Центральный комитет коммунистической партии большевиков Белоруссии разрешить нам организовать боевую партизанскую группу. ПЕСНЯ 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 Как тебя тут снарядили. Ну что ж, хорошо. Так сказать, железнодорожник пробирается домой. Все. Хорошо поют. Твои. Полтора месяца шли, всю дорогу молчали. Вот, бывало, идешь, а ветер, как сейчас, гудит, воет, стонет, над горем плачет, а вокруг руины, пожарища, смерть. Народ в леса подался, народный гнев великую силу родит. И веру. Вот ко мне как-то пришел старик, колхозник, и говорит, давай-ка мне секретарь автомат, советскую власть защищать. Дорогой ты мой. Значит, идешь один? Пока один. Явка на водокачке, у Шурмина. У него и остановишься. Ну, счастливо. Пароль, помнишь? Пустите человека переночевать. Много вас нынче здесь по земле шатается. Сидели бы дома. Сейчас везде одинаково. Горе да слезы. Вот-вот, помнишь. Давай, Федор. КОНЕЦ Посылая меня сюда, фюрер сказал, Вильгельм Кубе, ты едешь на Хосленд, в Белоруссию? Помни, в Белоруссии нет. Так нет белорусов. Есть белорутение. Жизненное пространство для нас. Население? Его слишком много. Десять миллионов. Шесть будут уничтожены. Четыре превращены в рабочий скот. Советник Хирт. Я надеюсь, вы понимаете место, которое занимает Орша в общем плане нашего продвижения на восток. Как точно, эксцеллендс. Орша это ключ от мороз Москвы. Я надеюсь, вы это понимаете? Понимаю, эксцеллендс. Нет, вы не понимаете. Я не заметил это в вашем докладе. Для руководства всем, для выполнения всех этих задач, вам не придется ничего выдумывать. В директивах, инструкциях Рейсфюрера, СС, доктора Химмлера все разработано четко и ясно. Вам не придется и отвечать. Великая германская раса подсудна Богу и фюреру. Помните, страх, страх должен парализовать все. Вы посадили половину населения в лагерь, а работа депо до сих пор не налажена. А вы, вы не оправдывайте мое доверие, Гаммер. Я же стараюсь. Не хватает, чтобы вы не старались. Я вас назначил шефом депо. Я же делаю все, что могу. Рабочих мало, а те, кто есть, плохо работают. Я говорил вам, надо перестрелять весь этот сброд. Да. Если депо не будет работать нормально, то господин Нейгаузе придется уточнить вашу принадлежность к немецкой нации. А потому что это за вид? Надеть форму! Ну, слушай. Работают, сутки-то дети! Ух, да, она сейчас в рыло! Кто там? Пустите человека переночевать. Много вас тут по земле шатается. Сидели бы дома. Сейчас везде одинаково. Горе да слезы. Я когда к тебе шел, встретил Буравчика. Спросил у него, А меня возьмут на работу? Сомневается. А ты его опасайся. На немца, видать, работает. Да. Ищу Гаммера. Форму напиарил. Начальник депо. Петрович, а кто же остался из наших деповских? Кому можно верить? А? Народ разный. А кому верить, сам знаешь время какое. Кропля здесь? Здесь. И Тимко-Декутович, и Крушина. А я вот за слоной все думаю. В прошлом году, значит, в санатории был. Лекции взять не слушал. Черт его знает. Ведь сколько всякой нечисти на Россию перло. А Россия все стоит. И не видать Гитлером Москвы. Да как же это так? Москва? И вдруг не русская. Смешного даже. Ну, заслоныч, давай спать. Ну что ж, приду завтра к немцам и скажу. Вернулся к вашим услугам инженер. Инженер? Вероятно, Кляча, старый русский интеллигент. Нет, молодой. Молодой и вернулся сам? Как фамилия? Заслонов, Константин Сергеевич. Заслонов. Он? Анис. О чем он с вами говорил? На работу хотят. На работу. Да. Благодарю. Данке. Курт, выдайте ему 50 марок. Благодарю. Ну, иди, иди. Швай. Заслонов, Константин Сергеевич. Год рождения 1909, белорус, с 1938 года, начальник депо Орша. За отличную работу ежемесячно получал премии, награжден медалью, какой медалью? Неужели там не написано? За трудовое отличие. Во время наступления германских войск на Оршу работал дни и ночи и эвакуировал все до последней гайки. Выехал сам последним эшелоном. Где вы были все это время? Нас отрезали под Ярцевым. Дальше. После чего я хотел перейти линию фронта. Но фронт двигался все дальше и дальше на восток. И вы не смогли за ним угнаться, и поэтому пришли к нам. А вы не подумали о том, что за все то, что вы здесь натворили, я вас повешу. Господин ордскомендант, разрешите мне задать вопрос. Ну? Если бы вы отдали съехать в Оршу, то как бы с вами поступило ваше начальство? Так вот и мне. Отдавали приказания, и я их выполнял. По-моему, это логично. Конкретное. Вы можете объяснить причину вашего прихода к нам? Пожалуйста. Мне 32 года, и я хочу жить здесь. На какую работу вы рассчитывали? До войны я работал начальником депо. Это может подтвердить господин Ганна. Ну, а сейчас инженером по ремонту я бы мог быть. А простым рабочим на угольном складе не хотите? Это слишком большая роскошь для угольного склада, господин ордскомендант. Вы забыли, где находитесь? Курт! Уведите! Ваше мнение? Я не верю ни одному его слову. В моем Евангелии сказано убей каждого русского. Ну, расстрелять мы его всегда успеем. А вот приход советского инженера, популярного среди населения, надо использовать. А, мэр! Слушал? Как вы думаете? О, да. Инженер Заслонов ценный для депо человек. Значит, вы думаете, что Заслонов можно принять на работу? Нам нужны русские инженеры. А этот не только сам будет работать, но заставит работать других. Гот. Садитесь. Мы обсудили ваше предложение, господин инженер. Вы будете работать начальником русских провозных бригад. Разрешите спросить, а какой оклад? Двести марок. Рейкс марок? Оккупационных. В неделю? В месяц. Немного. Да, немного. Можете идти. Одну минуту. Слушаю. Вы не смогли бы в письменном виде изложить причины, которые заставили вас перейти к нам? Пожалуйста. Мы опубликуем и в газете. Примерно так. Нет. Это значит вмешиваться в политику. А ведь я пришел к вам только как инженер. Я свободен? Пока свободен. А он не глуп. Тем более опасен. Редакция. Шнитке, говорит Иркс, пишите заметку. Код заслонного лучшее доказательство того, что советская власть кончилась, кончилась навсегда. Вот почему меняют свои позиции люди, убедившиеся в неизбежном крахе советской власти, ай-яй-яй-яй-яй, которые они недавно служили верой и правдой. Ну, хватит. Слышали? А ведь какой человек был? Ну, кто мог подумать? Вот-вот-вот и говорю, кто мог подумать? А ведь бывало, товарищ заслонов первым патриотом был. Да, бывает. Подойдите ближе. Хамберт, читайте приказ. Приказ номер 169-й. Добровольный переход инженера Заслонова на службу победоносной Германии является благородным поступком. Я признаю инженера Заслонова достойным служить Великой Германии и назначаю его начальником русских паровозных бригад Дипо Орша, советник Министерства Коммуникации Великой Германии доктор Хильц. Так вот, победоносные войска фюрера двигаются все дальше и дальше на восток. Война идет к концу. Предупреждаю, тот, кто хочет жить в новой Европе, должен честно работать на нас. Инженер Заслонов, я уверен, Оршанское депо теперь будет работать бесперебойно. И до чего ж табак у тебя, кропля, вонючих? Это не табак, это статейка, господин Заслонный воняет. С сегодняшнего дня вы будете работать иначе. Господин Гаммер, дайте мне дефектную ведомость. Я хочу знать, кто и что ремонтирует. Пожалуйста. Благодарю вас. По местам! А может быть, его заставили? А из тебя заставят родную мать продать. Продал бы. И то-то ж, а таких мы видали. господин Ордс, коментант. Доброе утро. Мне доложили, что вас плохо встретили рабочие. Да-да. Да. Кто? Кто это сделал? Не знаю. А вы обязаны знать? Слушаю. Я выяснил и все доложу. Завтра же мне доложить. Слушаю. Господин Ордс, коментант, у нас очень мало опытных рабочих, мастеров. Ваши рабочие предпочитают подыхать с голоду в концлагерях вместо того, чтобы работать. А их можно составить работать. Как? Взять их из концлагерей, где они даром едят хлеб и увеличить бригады депо. По-моему, это логично. Но я отвечаю за депо. Я не могу принимать на работу и черт знает кого. Господин Гаммер, я уже немножко знаю немецкий порядок и понимаю, где кончаются функции шефа депо. и начинается власть порт с комендатуры. Поручите это мне. Мы отберем в лагере нужных нам мастеров и они у меня будут работать. Я подумаю. ПОДПИШИСЬ! Все готово. Стол. Приступайте. Майсак. Токарь. Токарь. Горючка. Машинист. Машинист. Степанов. Токарь. Токарь. Алексеев. Машинист. Машинист. Макейчик. Слесарь. Саль. Иванов. Кузнец. Кузнец. Адамович. Машинист. Машинист. Семенихин. 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 Иуда. Пишите. Да. Семенихин. Токарь. Токарь. Крылович. Механик. Механик. Галина Панасьщик. Слесарь. Слесарь. Карась. Слесарь. Слесарь. Бельков. Токарь. Токарь. Савчук. Машинист. Машинист. Может ли это я? Хлеб. Аня, расскажи лучше, что кругом творится. Говорят, немцы уже под Москвой. А вчера объявление понавесили. Через пять дней будут билеты продавать на Москву и на Ленинград. Все так ясно было, как в солнечный день. Вдруг тьма. Нет, этого не может быть. Никогда немцы не будут в Москве. Замолчи. Слышишь, замолчи. Мы там в лагере каждый день смерть видели. Каждый час. А мы говорили себе жить. Жить, жить. И верили. Ты понимаешь меня? Понимаю. А слезы сохрани. В день победы поплачу. Отравлю. В депо между машинистами надо организовать отдельные боевые группы. Небольшие, человек пять-шесть. Свяжись с Кроплей, Докутовичем, Крушиной. Ну, а остальных подберешь сам. Будем делать угольные мины. Германскому командованию угодно, чтобы депо работало хорошо. Ну что ж, из депо будут выходить паровозы. Но в пути, в топку попадает угольная мина. И снова ремонт. А на путях стоят эшелоны, ломается график. Вот так. А на Оршанском узле все тихо, спокойно и никаких следов. И помните, связь держать будете только со мной. И задание получать только от меня. Ну, а для всех остальных я предатель. Иуда. Ну, а теперь я вам объясню, как делается угольная мина. Берется тол. Но кто догадается, что это мина? Уголь. Уголь. Как есть уголь. Хитро. Вот бы узнать, кто это придумал, а? Андрей. Так, человек один. Но что самое главное? Ты эту штучку как хочешь. Бросай, бей, разбивай, ничего. А вот в топку попадет и взрывается. Потому высокая температура нужна. Это смертность. Али. Нет Вы мне скажите, что такое Заслонов Подумать страшно Жил среди нас Мы его уважали, любили А он предал А что о нем думать? Тюк, путерозок Незачем Заслонову жить на свете Убрать его с дороги Спокойно, спокойно У нас есть командир И задание убрать Заслонову он не давал Ясно? Дисциплина Дисциплина, при том железная Вот они Теща подарочки Подарочек от тещи От тещи До дорогу Только смотрите осторожно Добро Знаем От тещи на дорогу КОНЕЦ КОНЕЦ Опять взорвана топка, господин советник 21 случай И все одно и то же Ваше мнение, инженер Почему один и тот же вид аварии? Паровоз выходит из депо в порядке Авария происходит в пути И мне трудно установить причину Нелогично Это не техническая авария Здесь явное действие взрывчатки И причину надо искать здесь Но каким же образом взрывчатка Попадает в топку? Шеф! Отвечайте! Не знаю Может быть вместе с углем При загрузке Эти русские способны на все Мы это сейчас проверим Анар Слушаю Выделить рабочих Разгрузить весь уголь И разбить каждый кусок Будет исполнено Разгрузить уголь Игнатнович Новиков Шеведикин Кривович Алексеев Панасчик Вдруг догадались, а? Не советовало догадываться Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Антон Петрович, зайдите ко мне. Ладно, зайдем. У меня три креста и свой дом во Франкфурте. Я не желаю всего этого лишаться, только потому, что на этой проклятой дороге рвутся паровозы. Я отвечаю только за то, господин Ордович, комендант, чтобы поезда выходили за станции в порядке. И они выходят. А то, что с ними происходит в пути, меня это не касается. Это ваша забота. Мы оба отвечаем. А за такие разговоры вы скорее лишитесь крестов и домиков во Франкфурте, чем за взорные паровозы. Вы должны знать, кто им руководит. Не должен! Но не знаю. Ну, мы пришли. Вот что, Антон Петрович. Угольные мины временно больше не делать. Непонятно, кому говорите. Вам, Антон Петрович. Ясно? Кропля! Антон Петрович, вам уже командир заданий убивать Заслонова не давал. Два месяца вы с Крушины делали угольные мины по моему заданию. Да, да, Антон Петрович. А теперь я даю новое задание. Перекрывать пресс-масленки, воздухораспределители, короче, замораживать паровозы. Ясно? Медленно, медленно соображаешь, Антон Петрович. Ведь ты понимаешь, мне передать это машинистам нельзя. Нельзя. А тебе можно. Можно. Да можно, Константин Сергеевич. Ну, вот ты это и сделаешь, Антон Петрович. Я бы тихо. Константин Сергеевич. Тинка! Тинка! Высак, где-то Кутович? Не знаю, не видал. Спасибо. Тинка где? Тссс. Пошел уже. Пошел? Жду. Дура, братан, жпане. Осторожно, руку, руку сломай Ничего на том цвете, и засмоманной бы ему ткать Уж слава успел Слово Освис Ишь ты вояка! На, держи. Таким ключом эшелоны под откос пускать нужно. Спасибо, старик. И не забудь передать машинистам. Я бы тихо. Я бы тихо. Вы же подозреваете, Заслонова? Да. Факты? Фактов нет, интуиция. Мало. Боюсь, что вы когда-нибудь пожалеете, что защищали этого русского инженера. Я защищаю вас, себя, всех нас. Как только мы возьмем Москву, я первый расстреляю его. А сейчас он нам нужен. Это последний график? Да. Факты будут, господин советник. Слушаю. Слушай, эксцеленс. Так точно? Понимаю. Будет сделано, эксцеленс. Десятый. Инженер Заслонов, надо отремонтировать 23 паровоза в течение пяти дней. Слушаюсь. 23 паровоза. Зачем? Семенихин, подойдите сюда. Закончите уборку. Немедленно приступайте к ремонту. Мне нужен график движения поездов на Смоленске. Поручи это, Шурминов. Выполняйте. Будет сделано. Разрешите поздравить вас, Константин Сергеевич, с прибавочкой и жалованием. Так. Раз. А это промеяльные. За хорошую службу. Зелененький, Константин Сергеевич. Да им бы в самый раз красненькими быть. Ведь сколько крови русской на них. Да, это верно. Крови на них много. Константин Сергеевич, спрятайте, пригодится. Что это? График движения? Последний. Передадите своим. Я сейчас же позвоню господину Нейгаузе. Что вы? Ошиблись, господин Буравчик. Ах, вот как. Тогда слушайте. Уполномочен я группой людей передать вам. Группой? Да. Людьми, которые жизни своей не жалеют для борьбы с немцами. До последней капельки крови дерутся. Поэтому мы вас предупреждаем. Предупреждаете? Так, предупреждаю. Если вы не бросите служить немцам, уберем с дороги. Уберете с дороги. Господин Буравчик. Так, 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 так. А кто вас сюда подослал? Что? Ох ты, шлаковая ты, твоя душа. Константин Сергеевич. Передайте вашей группе. Или как там она у вас называется? Что за слонов? Константин Сергеевич. Господин Буравчик не боится. Константин Сергеевич. Константин Сергеевич. На Смоленск прошел. Константин Сергеевич. Видать, тяжелый. И все больше с танками. 37-й сегодня. И не на Смоленск, старик, а на Москву. Вот если бы узел сковать, чтобы на всем нашем участке движение остановилось. пробку ворши сделать. Забить эшелонами пути, чтобы ни туда и ни сюда. А? Да. Вот в ту войну, я помню, у нас такая же оказия и получилась. Вода замерзла. Колодцы загоденье отеплили, они замерзли. Как есть пробка. Стой. А что, если нам это сделать? Сейчас. Да всю систему сразу заморозить. Где им воду брать? В красном? Славном? Вот и скован узел. Ты понимаешь, отец, что это такое? Понимаю. И я это сделаю. Я знаю, Сергеич, о чем ты думаешь. Вот что я тебе скажу. Сейчас перед каждым советским человеком вопрос поставлен. Что ты сделал для защиты Родины? Вот пришел и мой черед. Когда заморозить надо? Сегодня. Добро. Иди наверх. Достало? Достало. Достало. Прошу, товарищи, поближе. Сегодня у нас вопрос один. Константин Сергеевич, давай. У меня мало времени, товарищи, поэтому я постараюсь как можно короче. В орше на узле будет заморожена вода. Это большой удар по узлу. Но этот удар надо усилить. Поэтому с завтрашнего дня каждый эшелон, проскочивший через оршу, должен идти под откос. Надо сковать оршу не только на узле, но и на подступах. Все дороги от Орша до Смоленска надо поставить под контроль. Вот график движения. У меня все. Так. Уже заморожено. Полюбуйтесь! Одним ударом весь узел выведен из строя. Это же катастрофа! Гэрайн! Прошу вас, садитесь. Садитесь. Какая неприятность. На узле исчезла вода. Мороз. Лютый мороз. Такой зимы давно не припомнил. И давно вы работаете на водокачках? Порядком. Если б не война, сорокалетний юбилей исправил бы. И за эти сорок лет много раз замерзала вода. Да всяко бывало. Садитесь. В ту войну, помню, замерзла. В гражданскую тоже было. А потом мы порядок навели, больше не замерзала. А почему сейчас замерзла? Так ведь об этом загоди думали. Летом чинили, проверяли, отепляли. Да, но эти оршу мы взяли в июле. Почему же водокачка не была подготовлена к зиме? Так ведь время-то какое. Наши отходили, распоряжение не дали. Вы пришли, тоже приказа не было. А водоснабжение дело ответственное. Подчиняется только начальнику узла. Значит, выходит, что виноват во всем этом я. Выходит, что так. Ведь я как понимаю, вы, значит, с войной решили закончить до зимы. И по газетам вашим, видать, было шесть недель и конец. Ну, а тут и задержались маленько. Вот так. А мы что, нам приказ закон? Кто тебе приказал заморозить воду? М? Чего это? Дурачка играешь. Сытовый начинал бы сволочь. Где был Заслонов в последние дни? Куда ходил? С кем встречался? Десятого работал в депо. Одиннадцатого был у господина Советников. Двенадцатого в депо. Тринадцатого никого. Четырнадцатого заходил на водокачку к Шурмину. Что? Это старый дурак ты молчал! Фольганов! Заслоново арестовать! Ферлуз! Курт! Поднимите его! Очевидно, у тебя память отшибла, старик. Ты вспомни, зачем к тебе приходил Заслонов. Он требовал, чтобы я наладил воду. Кто тебе приказал заморозить воду? Кто? Я сам. Курт, продолжайте. Подойдите. Вы 14-го числа приходили к Шурмину на водокачку? Да, приходил. Зачем? Обратите внимание, что водоснабжение работает с перебоями. А Шурмин говорит, что вы приказали ему заморозить воду. Этого не может быть. Это нелогично. Я не люблю логику. Я люблю факты. Вы приходили к Шурмину? Да, приходил. Курт! Введите Шурмина. Старик капут, слабое сердце. Дурак. Прошу. На карауру в трехверстку. Сиди сюда. Что такое? Арестовали. Кого? Константина Сергеевича арестовали. И Шурмина. Черт. Значит, мне нужно быть ворше. Говорит Москва. В последний час провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких войск на подступах Москвы. Ура! 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Надежды немцев, как видно, не оправдались. Здесь был допущен немцами серьезный и опасный просчет. Но просчет в немецких планах никак уж нельзя объяснить зимними условиями кампании. Не зима тут виновата. Органический дефект в работе германского командования в области планирования войны. Совинформбюро. С победой, секретарь. Ну, друзья мои, поздравляю вас с великим началом. В этой победе под Москвой есть и наши с вами. Пусть маленькие, но участие. Ведя борьбу здесь, мы защищаем Москву. А защищая Москву, мы боремся за нашу Беларусь. И сейчас, когда Красная Армия нанесла сокрушительный удар под Москвой, мы, партизаны, должны ударить здесь. Здесь, пока Заслонова нет, командование возьмет на себя Семенихин. Слушай, днями, точно когда дам знать дополнительно, будут бомбить узел наши самолеты. Так вот, надо подготовиться к встрече, помочь сигнализации. Разумею? Есть. Вам, старики, продолжать действовать в депо. Затягивать ремонт, калечить паровозы. Короче, сделать нужно так, чтобы все эшелоны вот здесь бы и остались. Ясно? Ага. Бензосклады ворши. Сжечь дотла. Это мне прошу поручить. Ну что ж, парень ты толковый. Вот тебе и поручим. И еще задание комсомольцам. Гатрус! Слушаю. Ну-ка, давай сюда. Вот это распространить везде. В городе, в поселке. Прочтет народ и вздохнет. Партия и советская власть живы. Живы и непобедимы. И так, мы начнем в лесу, а вы здесь. Давай! Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позор! Под самым носом ордской арабатуры. Под вашим носом, Нейгалус. Троица черт знает что. Сегодня ночью заслонов будет расстрелян, и ворши станет тихо. А, бешмар! Через час заслонов будет освобожден. Ровно в 12 заслонов будет расстрелян. Вот эту вот листовку я нашел у себя на столе. Что же я тоже сделал заслонов? Он 7 дней сидит у вас. А диверсии не только не прекращаются, наоборот. Растут! Растут! Русские под Москвой перешли в наступление. У нас трещит фронт. Вы понимаете, как должен сейчас работать узел? Вот, телеграмма. Последнее предупреждение Берлина. Да-да, тут, кстати, касается и вас. С диверсантами надо покончить, пока они не покончили с нами. Что вы собираетесь делать? Расстрелять заслонов через 10 дней. А за это время создать диверсионную группу под его руководством. Да-да, нордическая хитрость. А если заслонов не согласится? Да что же, по ближней цели я тоже стрелять умею, Михаус. Гуд. В гестапо! Хаус-Вайс. Фонарик. Курт. Я свободен? Пока свободен. Зайдите ко мне. Семенихин, зайдите ко мне. Семенихин, зайдите ко мне. Здравствуйте, Сергей Игоревич. Здорово, Сергей Игоревич. Здравствуйте, друзья. Ну, какие новости? Немцы под Москвой разбили. Да. Наконец-то. Ну, и что? Сегодня в девять часов? Ровно через час. Наши узел бомбить будут. В девять, говоришь? Так. Ну, а как подготовились? Сигнализировать будем на депо. Эшелоны, поворотный круг, эстакаду. А тебе, Сергеич, надо уйти из Орши. Мне? И немедленно. Нет. Я дал слово вывезти Оршанский узел из строя. А я этого еще не сделал. Это решение подпольного комитета, Сергеич. Да. Хорошо. Вот сегодня после бомбежки мы все вместе и уйдем. А теперь по местам. Десятый, говорит Хирт, ровно через десять минут явиться ко мне. Ровно через десять минут я буду у вас. Пейте. Напрасно. Я вас освободил, потому что мне надоели диверсанты. Я хочу счетить. И вы поможете мне. Я слушаю вас. Вы скажете рабочим, что после всего того, что вам пришлось пережить в гестапо, вы возненавидели Нейгауза, меня, всех нас. Скажете, что вы хотели бы искупить свою вину перед советской властью. Организуйте диверсионную группу, вовлечете туда настоящих диверсантов. И передадите мне. А вы знаете что, я боюсь, что мне не поверят настоящие диверсанты. Ну, это зависит от вас. Условие следующие. Пятьдесят тысяч марок. Оккупационных? Нет, на этот раз двоих смарок. Или одна пуля в лоб. Бесплатно. Разрешите мне подумать три минуты. Ну, подумайте. Ну, три минуты прошли. Налет? Разрешите идти в депо? Нисть! Вы пойдете со мной в бомбоубежище. Супорт! КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok КОНЕЦ 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 Да так, чтобы у него земля горела под ногами, и никакой пощады. Пусть они знают, пусть знают все. Миролюбив наш народ беспредельно, но и страшен он в гневе, когда его принуждают взяться за оружие. Миролюбив наш народ беспредельно, но и страшен он в гневе, когда его принуждают взяться за оружие. Много у нас впереди боев. Мы будем бороться до конца, до полной победы, до тех пор, пока самое слово фашизм не исчезнет из памяти человечества навсегда. Бой народные мстители за родину! Бой народный мститель за родину! Бо-бой народные мстители за родину! Бой народный мстители за родину! Субтитры создавал DimaTorzok